Про героев не забывают. В преддверии Дня Победы мэр Владимир Шарыпов лично навестил ветерана Великой Отечественной войны Николая Лабутина. Николай Николаевич отправился на фронт в январе 1945 года. О том, как это было, помнит до сих пор. Я приехал 8-го, 13-го строят войска, которые тут стояли во второй эшелоне и объявляют, завтра будет двухчасовая подготовка и решительное наступление вот до Берлина. Я вижу, один выходит из строя, товарищи солдаты, давайте драться, я хочу драться с фашистом, до последней капли крови, за своих родителей, за своих деревниц, города, сожженные немцам. А они кто из Белоруссии, то от Москвы, где немец уж был. Участник войны, обладатель почетного ордена Красной Звезды, рассказал мэру о том, через что пришлось пройти солдатам, как было сложно выдержать атаки, к которым многие бойцы оказались не готовы. Сижу, думаю, мама, вот я ее отвоевал, не выдохну, так тут и умру. А потом все же, видать, повышал этот газ-то, и значит я выдохнул. Вот этот выдох у меня всю жизнь сердцем все лечился, лечу, и сейчас все сердце лечу. Во время боевых действий осколок снаряда попал в руку Николая Николаевича. И позже из-за осложнений ранения в декабре 45-го он был уволен в запас. Немногие из ветеранов сейчас могут отправиться на парад. Не позволяет здоровья. А вот гостям всегда рады. Конечно, всех мы прошли и поздравили перед 9 мая. Сотрудники администрации их навестили, вручили подарки, поздравили с наступающим нашим самым главным, я считаю, праздником. Также у нас проживает на территории города еще 50 жертв концлагерей и 4 вдовы героев Советского Союза. С каждым годом ветеранов и тех, кто был невольным участником тех страшных событий, становится все меньше. Еще в 2017-м их было 414, сейчас 300. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.